Очередной рейд спасателей прошел вдоль берега Самаркандского водохранилища. Пристальное внимание честники уделили так называемым диким пляжам, где так любят отдыхать горожане. С отдыхающими провели разъяснительную беседу о правилах поведения на воде и раздали им листовки напоминания. Особое внимание уделили детям, которые находились на пляже без сопровождения совершеннолетних. Так в ходе рейда была замечена ватага ребятишек в компании двух посторонних взрослых парней. Собрав данные детей, спасатели связались с родителями и отправили ребят домой. Нами направляются информационные письма в отдел образования для проведения соответствующей разъяснительной работы с родителями. Между тем, на любимом Тимиртаусом и песчаном берегу Косы купаться запрещено не только несовершеннолетним без сопровождения, но и всем остальным. Дно в этом районе не обследовано, под водой скрываются ямы и регулярно образуются промоины из-за большого перепада глубины. В этих местах спасатели установили предупреждающие знаки, но, к сожалению, некоторые из них не провисели и двух дней. Вот это был знак о запрете купания, который размещался как раз вот здесь вот на дереве. 13 знаков мы таких установили, запрещенных для купания местах по территории Самаркандского водохранилища, по берегу реки Нура. Ну вот, буквально знак провисел два дня, его сорвали, хотя был закреплен, ну, на расстоянии 7 метров от земли. Такие профилактические рейды проводятся спасателями ежедневно. Помимо раздачи листовок отдыхающим, сотрудники водно-спасательной станции патрулируют акваторию на моторной лодке и разъясняют рыбакам, как несать жертвы собственного хобби. Александра Любимова, Сергей Баданин, Новости Тимиртау.